Перед началом обсуждения главных вопросов повестки дня спикер парламента Валерий Кварчо обратился к народным избранникам с призывом поддержать обращение Министерства иностранных дел Южной Осетии к правительствам государств мира в связи со столетием геноцида осетин. Признать факт геноцида не только в отношении осетинского, но и абхазского народа со стороны официальных властей Грузии. Все присутствующие проголосовали за данное заявление. Сразу после депутаты парламента приступили к рассмотрению вопросов повестки дня. Первым стало постановление Народного собрания о даче согласия Кабинету министров Абхазии на переводы с категории в категорию земельного участка площадью 6 соток в селе Лахна. Цель перевода земельного участка из назначения земель сельского хозяйства в земли населенного пункта – это цель предоставления Ачба Беслану Юрьевичу для строительства жилого дома, индивидуальное жилищное строительство. Данное постановление единогласно было принято депутатами парламента без споров за последующие вопросы о переводе с категории в категорию земельных участков и предоставлении в постоянное пользование участка для строительства гостиницы в городе Гудаута проголосовали практически все присутствующие народные избранники. Следующий доклад о подтверждении дополнительного перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации, представил Александр Цижба. Хочу представить объект, который расположен в городе Гагра по улице Арденба 87. Это имущественный комплекс санатория Гагрибш, верхняя часть, состоящая из трех зданий, они разбиты на литерации. Это трансформаторный киоск, баня, прачечня и продовольственный материальный склад. Площадь земельного участка, находящаяся под этими строениями, составляет и прилегающая территория 27 соток. Способ приватизации, конкурс, стоимость 1 миллион 519 тысяч 947 рублей. Начальная цена 1 миллион 600 рублей. Объем инвестиций в условия восстановления объекта составляет около 20 миллионов. Если предыдущие вопросы повестки дня не вызывали никаких дискуссий, то ситуация вокруг приватизации этого объекта спровоцировала споры. Зачастую, в 9 случаях из 10, эти объекты потом становятся предметом перепродажи, а не какой-то реставрации. И потом эти объекты, они десятилетия не продают, а мы фактически участвуем в некой схеме, по которой люди легализуют госимушку и перепродают его. Вот и сейчас, почему я вас спрашиваю про госболоку с газом? В том числе, я действительно в том числе голосовал на этот объект, который предполагал, что он будет реставрироваться. Я этого ждал. Сейчас есть в том числе разговоры и в соцсетях, и в публичных разговорах о том, что этот объект предлагается продажей. То есть он как свежие пирожки, которые мы здесь и выпускаем, люди получают, предоставляют нам ко всем объектам есть обременение. Но в 9-99 случаях это объявление является просто фикцией бумажки, на которой никто не следит. Тем не менее, за данное постановление проголосовали почти все присутствующие депутаты парламента, как и за последующие, также связанные с приватизацией объектов на конкурсной основе. Это здание склада в городе Сухум по улице Героев Пограничников 17, здание узла связи и ангары по улице Киртава 24, а также имущественный комплекс Баслад ГЭС, расположенный в Сухумском районе по улице Чанба.